Вулканические роботы При создании автономных транспортных роботов необходимо решить задачи высокой проходимости по слабым сыпучим грунтам, возможности движения по сильно пересеченной местности со сложным рельефом, своевременного обнаружения непреодолимых препятствий и их объезда, обеспечения энергией при длительной работе. Проходимость транспортной машины во многом зависит от типа движителя и конструкции ходовой части. У этого макета робота колесный движитель. Все колеса ведущие с индивидуальным приводом по типу мотор-колесо. Ходовая часть состоит из шести колес с развитой опорной поверхностью, занимающих почти всю ширину макета. Средние колеса установлены на шарнирной раме, соединенной с крайними колесами продольными балансирами. Крайние колеса объединены в мосты, которые могут поворачиваться относительно продольной оси балансиров. Макет робота снабжен ветросиловой установкой, состоящей из лопастного поворотного двигателя и электрогенератора для подзарядки аккумулятора. Разворот и установка ветродвигателя на ветер производятся вендрозами. Использование энергии ветра – один из способов обеспечения длительного автономного функционирования транспортного робота. Поворот производится путем изменения скорости вращения колес по бортам. При различном направлении вращения колес по бортам происходит поворот на месте. Камни на поверхности грунта – наиболее характерный вид препятствий для движения машин. Возможность взаимного перемещения колес, их большой ход и особая конструкция позволяют переезжать через камни размером порядка одного метра. На сыпучих грунтах часто встречаются крутые откосы в виде уступов. Способность движения через них в любом направлении во многом определяет проходимость по пересеченной местности. При встрече с обрывом передние колеса опускаются, что позволяет по их положению своевременно обнаружить такое препятствие. При этом сохраняется возможность движения в обратном направлении для поиска объезда. Типичный вид препятствий на сильно пересеченной местности – это крутые подъемы. По мере увеличения угла подъема растет буксование колес. В контакт с грунтом вступает вся опорная поверхность колес. Ширина колеи увеличивается. При этом происходит перенос грунта грунтозацепами, формирование грунтовых валиков за колесами. Наличие в грунте отдельных камней облегчает преодоление подъема. Крутизна подъема достигает 34 градусов. Движение устойчивое. Подъем преодолен. Впереди труднопроходимый участок местности с большим количеством камней разнообразной формы. Этот участок необходимо преодолеть в заданном направлении. Движение Ji forestряка вместе с большим количеством камней разнообразной формы. При движении через гряды и завалы камней большое значение имеет то, что у колес достаточно обтекаемая форма, а ширина ходовой части практически равна ширине макета. Происходит как бы обкатывание препятствия. При этом все колеса не теряют контакта с грунтом. Продолжение следует... Особую сложность для движения представляет скопление камней. Между колес попал острый камень, что привело к остановке их вращения. Препятствия непреодолимы. Необходим его объезд. С этой целью производится маневрирование по заданной программе и продолжение движения в прежнем направлении. Способность передвигаться по сложному рельефу местности позволяет резко сократить количество маневров для объезда препятствий. Это дает по существу новое качество при движении в режиме автономного управления. Автономные транспортные роботы высокой проходимости могут найти применение для работы во многих удаленных и пустынных районах и проводить их изучение в течение длительного времени. Продолжение следует... На склонах с рыхлым сыпучим грунтом проходимость транспортного робота существенно повышается при использовании колесно-шагающего принципа движения. Процесс передвижения состоит из поочередного перемещения колес, работающих в ведущем режиме относительно других колес, которые в этот момент заторможены. Перемещение колес производится механизмами шагания, выполненными в виде раздвижных балансиров. Продолжение следует... По дборам длины шага, скоростей выноса и вращения колес, а также времени их зарывания, можно выбрать оптимальный режим применительно конкретным условиям движения. Использование такого комбинированного способа передвижения возможно на уклонах с углом естественного откоса грунта. КОНЕЦ Кроме колесно-шагающего режима, механизмы шагания позволяют осуществлять движение с переменной колесной базой. КОНЕЦ Использование колесно-шагающего принципа движения в сочетании с переменной базой позволяет преодолеть и такое препятствие. КОНЕЦ В процессе испытаний транспортного робота проверялся способ обнаружения препятствий по положению элементов ходовой части. При встрече с препятствием и достижении ходов колес, углов наклона макета, положения балансиров, превышающих заданный уровень преодолеваемого препятствия, движение прекращается, происходит отъезд назад, разворот и продолжение движения в заданном направлении. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...